Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я по пьяни изменил жене, о чем очень сильно рассказываю. Я её очень сильно люблю. У нас есть сын. Четыре месяца ему. Я хочу сохранить семью. Что мне делать? Ну, я думаю, что в первую очередь, вот прям первое, что вам я бы сказал, это несколько отходить от того, чтобы говорить о сохранении семьи. Прошу меня в данном случае понять правильно. Я нисколько не спорю с тем, что у вас семья. Я прекрасно это понимаю, но дело в том, что семьей, на мой взгляд, вы являетесь только для, как бы, других людей, для окружающих людей. Но внутри, внутри, для друг друга, вы не являетесь как таковой семьёй. Для друг друга вы являетесь друг другом. Извините за, может быть, тавтологию. Вы являетесь друг для друга. Например, мужем и женой. Любимыми людьми. Вы являетесь родителями для своего сына. Всё это несколько, как бы так сказать, несколько усложняет представление о семье. И является в данном случае, как мне кажется, ограничивающим, ну, как бы, элементом. Следующее, следующее, что вам, на мой взгляд, важно для себя увидеть и понять, это то, что ещё никому не помогло, ещё никому не помогло. История про чувство вины. То есть, если вы раскаиваетесь, то вы получили, можно сказать, тот самый плюс для себя, ту самую выгоду для себя, которую не особенно хотели получить. То есть, ну, например, вы склонны в целом, вы склонны в целом, допустим, себя обвинять в чём-то, вы склонны в целом, вы склонны в целом себя обесценивать и собой пренебрегать. И вот то, что вы сделали, например, вполне может вписываться в эту, на первый взгляд, наверное, несколько страшную концепцию наказания себя, или, может быть, вы считаете, что недостойный семьи. Вот. Это первое. Совершенно очевидно и следующее, что раз случилось то, что случилось, то нужно признаться. Что-то не устраивает. Вы от чего-то бежите. Вы от чего-то прячетесь. Перед какой-то проблемой вы пасуете. И я не пытаюсь вас в чём-либо обвинять ни в коем случае. Я лишь стараюсь в данном случае констатировать факт, что проблемы есть. Проблемы есть. Их нужно решать. То, что для вас произошло, есть травма. И с вашей стороны травма, и со стороны вашей супруги травма и так далее. Поэтому, как бы, в первую очередь нужно решать проблемы, которые есть у вас. И если мы говорим про, допустим, признание, то есть если вы хотите признаться, если вы считаете, что нужно признаться, то, на мой взгляд, начинать признание нужно именно с того, чтобы сказать, что вас не устраивает. А не с того, что вы сделали. Потому что то, что вы сделали, сейчас это прозвучит немного странно и, возможно, вы с этим и не согласитесь, на то, что вы сделали, не имеет такого принципиального и определяющего значения отношения. Это, конечно, важно. Об этом стоит поговорить и так далее. Вполне возможно, что для вашей жены и для вас это будет чем-то болезненным. Это нормально. Но это не является первостепенной историей. Первостепенной историей является то, какие были у вас мотивы начать выпивать, например. Да? Вот. И какие у вас мотивы сейчас сохранить семью. Понимаете? Вот. И если вы будете пытаться сохранять свою семью, то есть сделать ее какой-то идеальной, опираясь на чувство вины и делая как бы что-то из чувства вины, то, может быть, какого-то результата, может быть, вы добьетесь. Ну, как только вы почувствуете себя в относительной безопасности, вы, в принципе, снова начнете модель поведения, которую привычно выбираете в ситуации, когда все относительно хорошо. Вот. Поэтому необходима психотерапия. Вот. Необходима, как бы, работа с вами. И вот начать нужно с того, чтобы вспомнить, восстановить некоторую такую картину, да? Вот что происходило у вас в жизни, когда вы в данном случае начали, еще перед тем, как, собственно, изменили. Вот. Прошу обратить ваше внимание на следующий аспект, что вы довольно мало предоставили информации о себе. То есть вы почти вообще никакой информации о себе не написали. И, но при этом, ну, как бы, да, при этом вы, как бы, вложились в вопрос. Вот. И я не могу не спросить, как бы, какой смысл, да, того, что вы в свой вопрос вложились, но в то же время не раскрыли никакой информации о себе. Вот. Понимаете? То есть, как бы, в чем, вот, в чем была ваша цель? Вот. Ну, такое ощущение, как будто вы здесь вот как-то тоже пытаетесь, ну, как бы, может быть, откупиться. Вот. То есть, вот сейчас, сейчас я, значит, минимум информации дам, да, вот, минимум информации я сейчас дам. Потом, значит, как бы, ну, вложился, да, вот, и мне там, условно говоря, обязательно помогут. Вот. Ну, тут, как бы, момент в том, что вам помогут, конечно, но только при непосредственном, при непосредственном вашем участии. Вот. А не вот так, что вы просто вот написали свой вопрос и все, и получили, как бы, ну, готовое решение. Вот. Готового решения здесь, к сожалению, нет. И, в принципе, быть не может. Вот. Это то, что я вам в общем и целом мог бы сказать сейчас. По общему, как мне, ну, по общему правилу, да, как мне вот представляется, то, что произошло у вас, да, происходит, ну, как правило, когда человек или, ну, один из партнеров, да, пытается, ну, как бы, быть не совсем тем, как бы, кто он в общем и целом есть. Вот. То есть, когда я пытаюсь быть, ну, условно говоря, там, каким-то, ну, другим. Вот. И вам имеет смысл, на мой взгляд, как следует подумать, да, где и как вы пытаетесь быть не тем, кто вы, и где вы, ну, стараетесь себя вот как-то, значит, ну, передавливать, да, в каких местах вы себя пытаетесь вот передавливать. Это, на мой взгляд, тоже очень, очень важный момент, очень, ну, такой, очень важный элемент. Вот. Ну, и в целом, ваши отношения с вашей женой, вот, в силу, как бы, того, что есть определенные сложности, да, определенные и очевидные сложности, в силу этого вам нужна гармонизация отношений, то есть, вот, в идеале вам бы как-то вот с вашей супругой, значит, ну, как бы вместе обратиться, ну, как бы, к психологу, да, и проконсультироваться. Вот. Очень часто бывает, что на, вот, консультациях, да, довольно такие вот интересные истории, ну, возникают. То есть, ну, интересные и важные моменты, и люди получают возможность себя узнать. Лучше люди получают возможность как-то вот научиться разговаривать друг с другом, в том числе научиться коммуницировать, ну, друг с другом, вот, и, в общем-то, это служит хорошим началом, ну, хорошим началом решения проблем, проблем, вот. Ну, естественно, естественно, есть, конечно, и другая сторона, да, то есть, есть сторона, вот, обратная, когда люди решают расстаться, ну, если, вот, как бы, у вас цель сохранить семью, ну, или, или, я все же, скажу, наладить отношения со своими близкими людьми, да, потому что, мне кажется, все-таки так вот, более, более, ну, более такая реалистичная задача, потому что семья, это все-таки вот, вот, и, как я уже говорил, что такое семья, вот, вот, соответственно, если такая цель есть, цель, вот, наладить, ну, наладить взаимодействие, наладить взаимоотношения, то, ну, в принципе, вот, все, как бы, все шансы, все шансы есть, вот, я не думаю, что это будет особенно сложно, вот, ну, как бы, учитывая, что, вот, учитывая, что вы этого сами там хотите, например, вот, поэтому, я не думаю, что это будет, как-то, вот, тяжело, вот, ну, конечно, конечно, какие-то усилия нужно прикладывать, это не только финансовые, да, это не только вопрос, что вам делать, это еще и обращение, вот, к непосредственно себе, к своим приоритетам, да, к своим ценностям и так далее, вот. Такой ответ, надеюсь, что вам это было полезно и интересно, вот. Обратите внимание, пожалуйста, обратите внимание на причину, скажем так, следственную связь между тем, что вам чего-то хочется, да, и тем, что вы себя вините. Вот, обратите, пожалуйста, на это внимание, это тоже очень-очень важный элемент, если мы хотим разобраться, потому что я думаю, честно говоря, я думаю, что далеко не впервые вы и сталкивается с тем, что, вот, ну, как бы, что следование каким-то вашим желаниям и следование вашим каким-то потребностям, вот, приводит, как бы, к чувству, ну, вот, к вине, да, к раскаяниям какому-то и так далее. Вот, то есть я думаю, вот, что это происходит уже не в первый раз. Значит, это система, а значит, вот, если это система, то, как бы, вот, систему нужно, собственно говоря, менять. И простым, как бы, ответом на вопрос, что делать, этого не изменить, ну, не изменить, этого никак не изменить, не исправить. Вот. Вот примерно так я мог бы вам ответить. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Спасибо. Спасибо.